Приветствую вас! Меня зовут Санина Катерина, я дизайнер и декоратор. И это мой влог Санина Бюро. И сегодня мы с вами находимся в заведении Overcam Valdeval. И с управляющей Оксаной мы будем делать интерьерный венок. Мне нужна будет ваша кафе. Здравствуйте, Катерина, я с радостью вам помогу. Отлично. Наша кафе находится на пейзажной аллее. Это центр Киева, исторический центр Киева. Мы производители натурального мороженого. И наше кафе старается сделать так, чтобы гости наслаждались домашней атмосферой. Здесь представлены картины современных художников. Но все начиналось с одной картины Кости Калиновича, которая сделала репродукцию картины Overcampe. И поместил в нее в кадр, в этой картины, поместил старинные часы, которые тоже есть у нас в кафе. Итак, первое задание. Необходимо порезать мешковину лентами шириной 4-5 сантиметров. Мы сейчас будем делать основу для венка. Она будет картонная. И если вы это делаете на столе, то сделайте подложку. У меня в данном случае просто два слоя картона. Нам понадобится большой и маленький трафарет для того, чтобы сделать кольцо шириной 8-10 сантиметров. Мы берем маленький трафарет. Вот я ввела. Большого у нас, к сожалению, не было. Поэтому я... Такой лайфхак. Если у вас нет линейки или еще чего-то, вы определяете тут любых подручных материалов. И по всей поверхности рисуете окружность и потом ее соединяете. Вот таким образом. И затем мы вырезаем. Если получается не очень ровно и аккуратно, вы не переживайте, потому что все равно сверху мы будем декорировать той лентой, которая нам готовит Оксана. Итак, мы сделали основу. Не пугайтесь, что она такая страшная. Мы сейчас ее заклеим. И необходимо придать ей форму, объем. Придавать объем мы будем с помощью пакетов. Смотрю, Оксана, мы уже нарезали ленты. Супер классно. Теперь их необходимо скрутить в рулончике, для того, чтобы было удобно ими обматывать нашу форму. Вот так вот нормально, да? Отлично, да. Спасибо. Итак, нам понадобятся ножницы, пакеты и скотч. Скотч не обязательно маленький, просто так будет удобнее. Количество пакетов вы определяете уже по состоянию. Необходимо, чтобы был объем на основе. Если бы мы были в Вейнховене, то мы бы оставили вот так. Это был бы супер-эко. Интерьерный венок-инсталляция из переработанных материалов. Но мы не в Вейнховене, мы в Киневино-Пейзажной аллее. Оксана, где? Кафе Аверкампуль 2. Итак, у нас уже готова основа для венка. И на самом деле, если вы хотите сделать прям эко-эко стиль даже внутри, вы можете вместо пакетов использовать бумагу. Либо пергаментную, либо там салфетки, либо туалетную бумагу, либо ткань какую-то. Или даже можно купить ватин, допустим, в магазине. Просто у нас быстрый диалог, и мы можем себе позволить сделать основу из пакетов. Следующее действие, мы будем обматывать вот этими лентами прекрасными нашу основу. Для этого нам понадобятся непосредственно ленты из мешковины и клеевой пистолет. Если у вас очень много времени, можно использовать не клевый пистолет, а любой другой клей. Там, либо момент, либо ПВА. То есть, просто надо будет подождать. Итак, сейчас мы будем обматывать нашей лентой основу для интерьерного венка. Почему ленту? Почему нельзя взять сразу большую ткань? Потому что у нас имеется окружность и разные углы. Поэтому для плотности и красоты мы будем использовать ленту. Оксана, да, мне понадобится ваша помощь. Я вот так делаю, да? Вот так, да. Подождите минутку и клеевой пистолет. И я буду с изнаночной стороны фиксировать к основанию. Так, Оксана, аккуратно. Здесь горячий клей. Давайте. Очень важно, да, внахлёст практически полностью. Потому что у нас мешковина, мешкамина достаточно плотно делаем, да, прозрачная. Секунду, вот так. Да. Секунду. Вот, ну, всё. Зафиксируем. Идеально фиксировать каждые 5-10 сантиметров для того, чтобы плотно был. И так у нас получилась совместная такая красивая основа для декорирования. И можно уже тут в зависимости от сезона, в зависимости от праздника придумывать разные варианты. Итак, мы сейчас будем делать съёмный декор для рождественского венка. Нам понадобится основа, верёвочка, любое крепление, с помощью которого мы будем крепить, лента, украшения. И декор, кусочки ели, шишки, хлопок, в зависимости от настроения, да, от пожелания. Мы в данном случае используем 3 шишки, 3 цветка хлопка и 4 еловых веточки. И бант, лента, она у нас по краям на проволоке, поэтому мы можем сделать вот такие вот. Первое у нас мы берём крепление и соединяем с нашей основой. Основу мы берём из такой же ткани. Мы на него сверху будем крепить бант. Рекомендую, если там дальше вы вдруг захотите сами сделать декор другой, то тоже делать его на основании вот такого же мешковини, да, чтобы это было незаметно и можно было прикрепить. И теперь у нас самый интересный процесс. Мы начинаем приклеивать. Сначала выкладываем композицию, а потом по одному элементу начинаем закреплять. Можно также декоративить бант. Декорировать с помощью вот таких гирлянд из цитрусовых. Как делать такие гирлянды, видео есть у меня на канале. Переходите и смотрите. Вот у нас получается готовая такая композиция. И мы уже держите. И мы вот... Можно, конечно, в центре, но лучше, когда оно где-то вот с боку, с края. Таким образом закреплено. И крепить уже, чтобы не отвлекать внимание. И крепить можно уже тогда вот на такое. Тоже зафиксировать вверху. Такой рождественский венок интерьерный получился. Итак, вот такой рождественский вариант декора у нас получился. Мы использовали хлопок, мы использовали шишки и еловые ветки. В данный момент искусственные, но можно использовать натуральные. Тогда они дополнительно будут еще ароматизировать пространство и приближать Новый год. Лента такого цвета хорошо оттянила у нас основание хлопка. И белый с зеленым отлично сочетается на натуральном мешковине. То есть такое эко-рождество. Спасибо большое за помощь. Командная работа у нас супер. Мне понравилось так совместно работать. Мы очень быстро сделали. Есть видео на моем канале еще с другими вариантами новогоднего декора. Поэтому, если вам интересно, смотрите. Когда будете в Киеве, приходите на пейзажные аллеи. Большая житомерство 26 бак. Отлично. Екатерина, спасибо большое. Я открыла в себе желание сделать еще что-то. Поэтому вы вдохновляете. Спасибо вам за идею. Спасибо большое. До новых встреч. Увидимся в следующем выпуске.